Дорогие друзья, меня зовут Карина и сегодня вы будете собираться вместе со мной, так как у нас с вами новиночки косметики. Я их вообще вам уже всех показывала, но еще не делала с ними макияж на канале, поэтому я думаю будет такое видео вам интересно. Так как у нас здесь тени Colourpop оттенок Ballad, это новые их пятерки, услышите мое в целом мнение. Далее у нас будут с вами для губ новинки, которые я даже вам еще не показывала, новые обновленные блески от бренда Essence. Также, конечно, летняя коллекция от бренда Essence, это их бронзер, хайлайтер, два оттенка масла, что у нас еще новое, гель для бровей, также тени для бровей в действии. Ну, в принципе, вы видите, как они уже выглядят. Новый тональный крем. Сегодня я решила с ним снять видео, чтобы вы посмотрели, как он смотрелся без пудры. Пудра, кстати, вот пудра от Catrice, новая тушь. Что сегодня еще? А, ну и подводка. Подводка. Вот такой вот хорошенький нюдовый макияж получился. В начале видео я буду без укладки, и это уже, конечно, результат с укладкой. Но я не показывала укладку, так как в целом буду делать отдельное видео про свой стайлер и про свои стайлинговые средства, и как я делаю укладки. Эта укладка у меня занимает 40 минут, но сегодня не про волосы, а про макияж. Поэтому, друзья, если вы еще не подписаны на канал, то подписывайтесь, ну и продолжайте смотреть, если вам стало интересно. Что у меня уже на лице? Это праймер, мой любимый бюджетный праймер от Catrice Prime & Fine Anti-Shine Base. Наносила его так, как сегодня собираюсь ходить с макияжем целый день, по крайней мере, пока что. Новый тональный. Я не стала снимать, как я его наношу, потому что ничего особенного, но я его еще не припудривала. Это новый тональный от бренда Enough Collagen 3 в 1, который я вам показывала в недавнем видео, в недавних даже. И также это консилер Catrice, конечно же, камуфляж. Сейчас его же беру и наношу на... Вот у меня есть пару пятен. Это просто такие пятнышки. Вот. Я блещу так, потому что еще не припудривалась. Будем делать это с вами новыми продуктами, которые я показывала вам недавно в видео. Так, что еще у меня на лице? На бровях у меня сегодня нет мыла. Решила использовать стандартную такую комбинацию. Это тени для бровей от Trend It Up. Новые, которые я вам показывала в недавнем видео. Оттенок 0,20. Показывала вам, что я использовала вот этот сероватый, а сегодня я использовала более коричневый. В целом мне подходят оба оттенка. Я, конечно же, сделаю укладку, потом это будет смотреться более гармонично, нежели сейчас с мокрыми волосами. И это новый гель для бровей от Reval Loves Me. Transparent Brow Mascara. Мне не понравился он, потому что он вообще практически не фиксирует. Этот гель создан для очень тонких, послушных волос, но не моя история. Но, конечно, я допользую. Что еще, что еще? Ну, в целом все. Сейчас все, что находится у меня на правом глазу, мы будем дублировать. И я вам покажу, конечно же, какие продукты я использовала. Сегодня палеточку от Colourpop поняла, что я вам... Я уже ей давно пользуюсь, но я поняла, что я вам ее не показала так на глазах. Я вам несколько раз... Нет, один раз я вам показала ее в покупках. Сама я уже много раз ей пользовалась. И вам еще я не показывала макияж. Сегодня сделаю вот такой нюдовый и объясню, почему именно нюдовый. Почему я вот эти вот два пока не использую. Не использую. Почему я вот эти два не использую в макияже, я вам расскажу. Сейчас я беру растушевочную кисть и беру единственный матовый, без блесток, просто матовый, вот такой вот коричневый, нейтральный оттенок под названием Epic. И буду наносить этот цвет в складку века. Далее я возьму вот такую вот скошенную кисть. Это у меня Zoo Eva Browline 322. У меня на ней, по-моему, осталась капля консилера. И я подрежу рисунок, чтобы было более четко. Далее я возьму клей для глиттера от NYX. Каплю нанесу на подвижное веко. Потому что даже, как я выяснила, даже шиммеры, вообще Colorpop, они могут осыпаться. Поэтому лучше их на липкую базу сажать или вот пальчиком аккуратно как бы стараться. Так они могут осыпаться. Возьму драма посерединке, самый шиммерный, тауповый. И нанесу прям пальцем его на подвижное веко. И самый светлый оттенок из палетки я возьму. Novel. Шиммерный светло-бежевый. Нанесу во внутренний уголок. Больше из этой палетки я никакие цвета не хочу сегодня использовать. Потому что вот эти темные, они осыпаются. С ними лучше, конечно, делать какие-то смоки-айз и прям их набивать. Потому что, ну, в растушевке все эти блестки осыпятся и тени осыпятся. То есть лучше каком-то, может быть, другом макияже я покажу. Может быть, я сделаю смоки-айз. Но этими двумя цветами, они вроде пигментированы. Но из-за того, что там блестки, это все осыпается. Никаких блесток, по сути, потом практически не остается на веках. Поэтому, ну его. Далее беру вот эту подводку от Catrice. Это жидкая подводка с кисточкой. Очень мне понравилась эта подводка. Я прям каждый день ей пользуюсь и абсолютно довольна. Рисую стрелки. Вот эта тушь мне понравилась своей щеткой. Я ее еще тестирую. Она открыта недавно. От этой щетки я убираю излишки туши. Потому что, когда с первого слоя я наношу, у меня на нас клеивает ресницы. Поэтому я убираю не остатки, а излишки. И теперь буду наклеивать ресницу. А у меня это Rival Love Smi, мои любимые. У них там всего три вида ленточных ресниц. И одна... И один... Одна... Один вид пучковых ресниц. У меня оттенок, не оттенок, а номер два. Вот это самый, по мне, так самый классный из этих ресниц. И сейчас буду тогда наносить клей и клеить саму ресницу. С глазами пока что все. Потом я еще подкрашу нижние ресницы. Итак, давайте тогда возьмем пудру. У меня это Catrice Nude Illusion Loose Powder. С крышечки прям буду брать пудру и наносить на лицо, закреплять тональный крем. Так, контур я возьму из палетки Makeup Revolution. Ну, вот этот вот контурирующий цвет. Далее я возьму хайлайтер. Это новая коллекция Essence The Glow and Gold. Оттенок тут 1,01. Беру вот такую вот пушистую кисть из натурального ворса. Очень мне нравится этот хайлайтер, хочу вам сказать. Не, я вам говорила уже, но продолжаем пользоваться. И это действительно очень классный хайлайтер. Ну и остался бронзер. Это именно что касается лица. Сразу, когда появляется контур, когда появляется хайлайтер, уже совершенно другими красками играет макияж, согласитесь. Так, это у меня оттенок 02. Good as cold. Кстати, вот этот оттенок 02, я вообще не пожалела, что его взяла. Хочется вам показать как бы сторону с бронзером. Видите, она такая более какая-то свежая, что ли, и без бронзера. Все, остались у нас с вами продукты для губ. Значит, два масла я уже вам показывала, но, по-моему, не показывала на себе. Сейчас у меня, ну, они абсолютно прозрачные, по факту вам скажу, что они прозрачные на губах. Хотя, видите, оттенки чуть отличаются. Это масло с шиммером, липкое. Я уже говорила, но я такое люблю. Сегодня у меня оттенок 01 на губах. Я даже могу оттенок 02 сверху вот так нанести, показать. Обожаю вот эти вот аппликаторы, очень мягкие, большие. Именно этот потрясающий глянец, очень мне нравится. И с удовольствием пользуюсь как бальзамом, как самостоятельным средством, так и на любую помаду. В общем, я осталась в восторге, очень мне нравится. Ну и два средства новых, сейчас я сниму. У Essence обновились блески для губ из серии Shine Shine Shine. Теперь они называются Extreme Shine. И у них, по-моему, если я не ошибаюсь, три серии вышло. То есть, пока на стенде они все вместе стоят. И первая серия, она называется Volume. Я так понимаю, это обычные их блески, которые и были, без покалывания, без какого-либо эффекта. Следующий эффект это Extreme Plumping. Я взяла себе оттенок вообще неудачный, 104 Nude Mood. Он дуохром, но он очень светлый. Сейчас вам нанесу его, покажу. У них чуть-чуть изменилась упаковка. Она стала, ну, немножко другой. Ну, вот эта часть одинаковая, а вот эта крышечка стала немножечко другой. И третья серия, это Perfect Glow. Я сначала думала, что это такое. Когда пришла в магазин, увидела то, что упаковка у Perfect Glow, она непрозрачная. Ну, я вам покажу поближе. Видите? Плотная упаковка, это вы не видите, что там. И я думаю, я как-то не обратила внимания, просто взяла и все. Это оттенок 201 Magic Match. И я потом, когда открыла, увидела розовый аппликатор и поняла, что этот блеск будет розовым, ну, то есть проявляться. И потом увидела уже, что он называется, PH Reacting. То есть он реагирует, как обычно, на ваши губы, короче, на тепло и так далее. И становится розовым. Но он такой экстремально розовый. Сейчас я вам все покажу. Итак, первый вот этот вот блеск Extreme Plumping. Это тот блеск, который покалывает. Я думала, вау, там такие интересные оттенки. В магазине свет абсолютно дурацкий. Там вообще непонятно, что за оттенок. Этот оттенок слишком светлый для меня. И плюс он пахнет неприятно, как будто он испортился. Поэтому я, скорее всего, его выкину. Но покажу вам, как это выглядит. Он действительно покалывает оттенок, абсолютно не мой. Хотя, если бы этот блеск не вонял, то я бы его оставила в качестве бальзама перед макияжем. Он покалывает не сильно, поэтому не переживайте. Ну, мне кажется, что он повелся у него какой-то вот, или появляется только вот такой вот неприятный аромат. Ну, видите, он выбеливает. И вообще, он как будто становится еще розовее. Ну, короче, вы поняли, да, что оттенок вообще не мой. Я его, ну, просто в мусорку он пойдет. Вот. Ужасно. Такое ощущение, что начало 2000-х. Смотрите, волосы уже. Вот эта часть уже просто высыхает. Ну, как бы вот. Вы видите то, что этот блеск, ну, он ужасный. Он некрасивый. Он имеет вот этот противный аромат, как будто он портится. Поэтому я не буду себя просто заставлять им пользоваться. Я уж не сумасшедшая женщина. Поэтому до свидания. Вы увидели, да? Не советую вообще этот оттенок. Потому что он мега странный. Ну, на мне он некрасивый. А второй, который тоже сюда не подходит. Вообще гениально. Ну, хотела вам просто новинки показать. Оттенок, я вам сказала, 201. Это как раз такие. Perfect Glow. Сейчас вы увидите, какие максимально розовые губы могут быть у меня. Вот этот, кстати, он мне очень понравился. Он приятно пахнет. Он нереально глянцевый. Как будто это масло, а не блеск. Ну, вот видите, уже как ярко на одной губе. Будет еще ярче. Но он, кстати, не оставляет тинт. Короче, по мне... Вот этот, кстати, вообще не липкий. По мне, он очень сильно напоминает именно масло. Вообще не липкий. Смотрите. Очень приятный. Такой классный. Вот если бы он был прозрачный, а не вот такой вот розовый. Ну, понятно, что это не к этому макияжу. Можно, кстати... Я буду эту штуку использовать. Мне все-таки понравилось. Несмотря на то, что экстра розовый, я буду использовать без макияжа глаз. Ну, когда у меня будут только стрелки. Или что-то, может быть, розоватое совсем чуть-чуть. Но акцента, чтобы на глаза не было, тогда будет это более повседневно красиво смотреться. Но сейчас я, конечно, это сниму, потому что сюда это вообще никак не вписывается. Но губы блестят так же, вот как с маслами, вот этими вот эссенсами. И вот эта штука мне действительно понравилась. Но я, честно вам скажу, не поклонник вот этих вот проявляющихся бальзамов и там блесков, которые вот эти pH. Потому что оттенок, он всегда какой-то мега странный. Он проявляется, такое ощущение, что на всех должен типа быть разный, но он проявляется и всегда супер ярко. Но это, мне кажется, немножечко прошлый век, чтобы вот так вот ярко блески вот эти проявлялись. Не знаю, как-то, ну вы поняли. Но сама текстура, приятный аромат, вот это вот мне очень формула понравилась. Единственное, да, вот этот оттенок, нужно использовать его как бальзамчик, без особого макияжа глаз. Но без макияжа лица он будет смотреться не очень, если у вас текстура и цвет неоднородный. Если текстура какая-то там, ну, есть какие-то пятнышки, такое, ни в коем случае наносить нельзя. Просто потому что, на людях, по крайней мере, потому что это будет смотреться ужасно. Надо, чтобы был выровнен цвет лица. Ну вот, с макияжем лица смотрится окей. Без макияжа лица, если, конечно, у вас классная кожа, хорошая, однородная, ровная, без всяких высыпаний и всяких там других особенностей кожи, тогда можно использовать, конечно. Иначе подчеркивать это все будет. В общем, снимаю. Ну, как бы, вот я сняла, и, ну, нет никакого тинта. Все, друзья, вот такой макияж у меня получился. Сейчас пойду укладывать волос, потому что они у меня уже долго в полотенце, надо их уже убирать. Да, вот такие вот новинки. Мне безумно практически все понравилось, кроме геля для бровей, кроме вот этого дурацкого блеска. И, честно говоря, я буду все равно делать видео про Colourpop. Но вот эта палетка, пожалуй, она самая неудачная из того, что есть у меня. Она неплохая, но я не считаю, что ее нужно заказывать. Вот именно Ballad, то есть там есть намного интереснее оттенки. Типа Lyric та же самая, мне больше лично даже нравится. Это как бы ничего особенного в том плане, что если пойти в магазин и просто купить, ну, наверное, можно. И то я бы как-то, я не впечатлилась, честно. А вообще заказывать из Америки, это вообще точно нет, точно не стоит. Подводка просто супер, я ее обожаю. Тональный крем, это, конечно же, вообще супер, я обожаю и люблю все остальные ЭНАФ коллагены. Пудра, потрясающая пудра, очень классная. Можно наносить в качестве бейкинга, можно наносить кистью. Все, продукты для губ я вам уже только что описала. Ну вот, друзья, я уложила волосы. Вот такая укладка у меня занимает сейчас 40 минут. Когда я делала первый раз ее, я делала полтора часа. Это самая-самая первая моя укладка была. Вот, сейчас за 40 минут, ну, из-за того, что у меня очень много волос, ну, даже они поредели с детства, если сравнивать. Раньше у меня было вообще волос, я, наверное, бы никогда не уложилась. А сейчас у меня тоже много волос, и еще они длинные, поэтому укладка у меня занимает не так, ну, не так быстро я делаю. Она у меня занимает намного больше времени, чем у большинства, наверное, людей. Хотя, не знаю, ну, в общем-то, я очень долго делаю укладку, но 40 минут для меня это, типа, вообще шнель. Быстро. Так. Вот, видите, у меня так вот подвиваются тут. Я в спортивных штанах. Ничего страшного, надеюсь. Вот. Мои подвитые кончики. Ну, да. Из-за того, что у меня волосы тяжелые, укладка на них держится недолго. Завиток остается до следующего дня, но именно такой эффект длится несколько часов, но до вечера, думаю, продлится. Ну, вот так, да. Для видео как бы окей. Я не вижу смысла тратить полтора часа на укладку. Вот, считаю, 40 минут это вот максимум. Ну, что ж, друзья, вот такой макияж у меня получился. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ну, а мы увидимся уже с вами совсем скоро в моих новых видео. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok